Для человека активного и деятельного, который трудился честно и самоотверженно, выход на пенсию не просто очередной этап в жизни, но и сложный в моральном плане шаг. На Мозырском нефтеперерабатывающем именно такие сотрудники. Иначе не было бы успехов в производстве, развитии завода, качественной продукции и многочисленных партнеров. Для предприятия же это уход высококвалифицированных специалистов, сразу заменить которых получается не всегда, причем неважно, в каком направлении они трудятся. Уходят бойцы, теряем опытных сотрудников, которые отдали десятки лет нашему предприятию. К сожалению, приходит молодежь, не совсем достаточный опыт на каких-то отдельных моментах, приходится натаскивать. Другие их, скажем так, последователи являются наставниками молодежи на всем нелегком пути. Вроде бы как все неплохо спадывается, но часто ощущается нехватка столь опытных персоналов. Провожать на пенсию в торжественной обстановке для нефтепереработчиков – многолетняя традиция. Долгие годы возглавлял завод и выступал в роли провожающего Анатолий Куприянов. К сожалению, поприсутствовать на мероприятии уже в качестве выпускника у бывшего руководителя не получилось. Впервые, пусть пока еще, как исполняющий обязанности генерального директора Мозырского НПЗ, провожал на заслуженный отдых нефтепереработчиков Сергей Крот. Заслуги каждого в отдельности заводчанина складываются в успешную работу самого предприятия. Сергей Владимирович вкратце обрисовал обстановку на НПЗ сегодня, упомянул проводимую модернизацию. И, конечно, от всех нефтепереработчиков и от себя лично поблагодарил за отличную работу. Большое спасибо за самоотверженный труд. Хочу, конечно, отметить, что новый этап жизни, который наступает у каждого человека, когда, может, придется менять образ жизни, появится много свободного времени. Надеюсь, вы сможете исполнить свои темнички, которые вы успели, работая на работе от рассвета до заката. Быть, больше общаться с семьей, с детьми, с детьми. Ну и сказать о том, что мы вас не будем забывать. Мы говорим вам до свидания. Мы готовы прислушиваться к вашим мудрым советам и готовы вас постоянно поддерживать. Поздравили с выходом на заслуженный отдых нефтепереработчиков и представителей профсоюзной организации. Для ветеранов труда был приготовлен небольшой подарок – книги с пожеланиями и местом для фото. Знаете, как окрестили наше мероприятие у нас на заводе? Сегодня мне говорят, а, так ты идешь на вечер встречи выпускников. Я говорю, точно. Именно выпускники нашего завода сегодня здесь собрались, очень уважаемые люди. Конечно же, у меня особое отношение к членам Белхим профсоюза. И сегодня, в общем-то, поздравляя вас всех с таким знаменательным событием, то, что у вас начинается новый этап в жизни. Хотелось бы всем вам пожелать, и в первую очередь, конечно, членам Белхим профсоюза, пожелать здоровья и счастья в новом этапе. Праздники бывают разные. Проводы на заслуженный отдых ветеранов труда или выпускной, как его окрестили заводчане, с нотками грусти от предстоящего расставания. Кто-то этого не скрывал, а кто-то держался в ветеранском строю, как молодой. Ну, если честно сказать, то рад, потому что проработал честно, порядочно, без всяких замечаний. Ходилось много ездить, и везде по Белоруссии, все города. А пределились, чем будете заниматься? Ну, я еще пока, если честно сказать, не пределился. Я еще, наверное, немножко там семейные есть дела, работа, а там время покажет, так сказать. Ну, скучаю, конечно, по коллективу, я скучаю, по работе, по коллективу, я скучаю по заводу. Ну, может быть, будем встречаться где-то в городе. Очередную страницу в своей жизни на этот раз пролистали 38 заводчан. Напомним, мероприятие проводится один раз в квартал. А, как известно, бывших нефтепереработчиков не бывает. И если человек оптимист и молод душой, он не будет тратить время и обязательно найдет в своей энергии новое полезное применение. А встречаются они точно не в последний раз в Мозырске НПЗ. Огромная, но и дружная семья, которая своих не оставляет ни в радости, ни в горе.